Комедия, радио, радио, радио Хошенко, я никогда не говорил Там по-разному Например, есть такой хороший футболист Роман Павлюченко И когда он играл за английский Тоттенхэм Ему дали прозвище «Спящий гигант» Спящий гигант? Он, кстати, играл с многими футболистами Он не так часто выходил в основном составе И когда выходил, он не то, что прям бегал Но каждый раз забивал головой Все такие, да, бегай, ну ты можешь бегать? Он не бегает, потом хоп, голый Он такие, мы любим тебя, спасибо большое Все, спящий гигант Спящий гигант А у меня бы какое было бы? Просто гигант Ты же проснулся? Я бодрствующий Все, есть, слушайте, есть вопросы Давай Причем, ну, некоторые забавные Спросите, пожалуйста Это прям я в чате просто, это чат Спартака Спрашиваю, спросите, какую кашу вы любите больше всего? Пожалуйста, Дим Ну, манную кашу я, когда в школе там мать готовила Я ее в окно выбрасывал в глубину А сейчас, да, сейчас перловку, конечно, я поедаю С яблочком, да Перловка с яблочком, хорошо Такой вопрос Смотрел ли ты сериал Тед Лассо? И если да, то оцени по шкале от 1 до 10 романцевых Какой? Тед Лассо Все? Не смотрел? Не смотрел? Блин, очень рекомендуем тебя посмотреть Ну, я вижу, что по глазам Да, конечно Побежишь, посмотрим Еще и сериал про футбол смотреть Я что, болгай нашел? Не в ту сторону махаю? Есть еще вопросы? Слушай, да, надо сейчас будет посмотреть Ну, наш традиционный вопрос Ты можешь назвать трех футболистов? С кем ты играл? Ну, вот если бы у вас была команда из четырех человек Ты уже автоматически там Три футболиста, с которыми Или против которых ты играл Или с которыми ты играл Но взял бы в эту четверку Ну, сейчас как бы вот Вовка Бечасная Сашка Панов Александр Филимонов Все А вратарь есть Вратаря взял Все, вратаря взяли Филимонов есть Нападение тоже Так что нормально Это вот Филимонов Извините, я в футболе Это тот самый В 2000-м который Да, да, да Вот это Но на самом деле Топовый вратарь Нет, топовый вратарь Да, бывает Но бывает Ну, Натю, еще у топовых вратарей Еще бывает такое, что Да, да, да Нам и не снилось Это как есть видео Ну, не все знают Я думаю, ты точно в курсе Когда Черчесов был тренером сборной России И все такие Вот, ну, Станислав Саламыч Ну, это такой вот он Обстоятельный Во вратарях разбирается И потом нарезка его фейлов Как он был вратарем Да, 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 да Это очень Потому что там очень много Когда он чуть ли не в свои забивал Да, да, да Так что это у всех бывает Эти усы Эти усы Кстати, Дим Вот перед важными матчами В твоей карьере У вас были Вот я просто 9 лет играл в хоккей И у нас были определенные традиции Например, не бриться Когда у нас идет там Условно какой-то турнир Но это пошло естественно с НХЛ Где там вот эти вот Они не бреются В сезон плей-оффа У вас есть что-то такое Что типа Мужики Никаких гелей для душа Не знаю Может быть мы не стрижемся Было такое что-то? Такого нету Ну, у нас есть, конечно, у всех До сих У меня еще как бы Наконец-то чуть-чуть отходит Но все равно есть Всякие, как это сказать Суверия Приметы такие Что-нибудь там типа Плюнь туда Шагни туда Ну, есть такое Это нападающего Да, насчет бриться, конечно Такого у нас не было Ну, может кто-то не брился Я как бы никогда Ну, не обращал внимания Ну, какой стандартный суверия Это выходить на поле с левой ноги Да, вот это вот прям многие Ну, да Ну, меня тоже У меня уже даже не суверия У меня же автоматически она выходит уже С левой ноги С закрытыми глазами Могу с раму Я вот это не знал Да, да, очень многие Это прям массовое в мире вообще Типа надо на поле с левой ноги Если выйдешь с правой Это травма Это вы проиграете А как же наши И некоторые футболисты Выходят на поле? Они же без ноги Как говорят с трибуны Ну, значит, так вот они и выходят Слушай, а вот эти вот традиции Ты применяешь только на поле Или все-таки Ну, вот я наскажу В жизни, да В жизни Я тебе ответил, да Ну, типа Везде, да Просто на родительское собрание Тебя позвали Я такой, ну нет Надо перекреститься Точно Даже в автобус заходишь Сам с левой ноги Везде Всегда с левой ноги Нормально Хорошо Нормально Так Ребятки Номер с телефона Ватсапа 917-505-1001 Для ваших сообщений Есть еще короткий вопрос Да, давай И он тоже в том числе Касается фонбет Кубка России И чемпионата России Скажите, пожалуйста Как вы считаете Какой трансфер хуже Медина, который перешел Из ЦСКА в Спартак Или Фернандес Который перешел из ЦСКА в Зенит Ну, я так сказать Уже Спартаковец Поэтому Медина лучше Медина лучше Все Отлично Вот поответитель профессионально Но, кстати Это вот эта магия Иногда бывает Когда человек Переходит в стан Врага Там условно Луи Шфигу И зря в Барселону И в первом же матче Забивает своей старой команде С Мединой так же же произошло Он тоже в первом же матче Забил ЦСКА Ну, я даже не обращал внимания Не, он забил А, нет ЦСКА он забил Сейчас в дерби Как раз Да, да У нас сегодня в гостях Борези Дима Хлистов Господи, мне так нравится Хотел поправить Я тут сказал Дима Первый раз Не первый раз Две минуты назад Борези Все Все, Борези Я тебя понял Дима Хлистов У нас сегодня в гостях Российский футболист Накидайте, пожалуйста, вопросы На ватсап 917-505-1001 Мы скоро с вами услышимся Люди А именно Стадион Лифанс На Камеди Радио Сегодня у нас В гостях Дмитрий Хлистов Борези Бора Как нравится мне вообще Если честно Я кайфую прям сам Нам нужно тоже, кстати Придумать Какие-то Прозвища Но какие-то тоже Нужно красивые Итальянские какие-то Итальянские? Ну да Может быть Диму и попросим Дим Ну я думаю Пока ничего не едет Мы вообще на итальянцев Не похожи Так, Дим Есть невероятный вопрос Который нам прислали Радиослушатели Я этот Значит Этот отрывок Видео 98-го года Я смотрел Вот задают Радиослушатели Вот какой вопрос Голевой пас Который отдал Дмитрий Хлистов На Паново Матчи со сборной Франции В 98-м году На Сад-де-Франц До сих пор частенько Пересматривают Так вот Внимание Вопрос Помнит ли Дмитрий Почему Когда он отдал Этот голевой пас В тот самый момент Он схватился Двумя руками За голову До сих пор Мучает меня эта тема Да-да Я уже это Три года назад Мне тоже показали И У меня теперь Начало тоже Мучить этот вопрос На тот момент Был красивый Все смотрят Смотрят пас Я вот Никто не посмотрел Как я его перехватил Прочитал И сразу же В касании Как учил Возняков Морозов Сразу в касании Туда ему Да Я хотел Реально Я хотел низом Почему я за голову Взялся Хотел низом Такой пас Отдать В ногу Внизом Получился Мяч полетел вверх Почему-то Я поэтому Взялся за голову Думаю Куда я его шлепнул Знаете Я просматривал Да Там реально Низом не проходил И вот тут Какой-то Прям вот Новый ракурс Я посмотрел Да Там низом тоже проходил Там дошел был Не дошел Непонятно Но получилось Так получилось В следующий раз Мне кажется Надо отвечать Я все прочел Я все знал Я так и хотел Вычислил все Да-да-да-да А то вот этот Ответ А я не знаю Я хотел низом Вот так получилось Да Мы короче Недавно с друзьями Играли просто в фифу Да И там был парень Который Ну почти никогда Не играл в фифу И он случайно Ну рассказывает Там сидит компания людей Он забил Через себя Что в целом Он забил И он спрашивает Ты так и хотел Он говорит Да Так и хотел И человек который вышел Ну вопрос задал Он вышел из комнаты Он говорит Я не знаю Как у меня получилось На какую кнопку нажал Не знаю Да Так Ты кстати играешь в фифу? Нет Нет Тяжело У меня пальцы не успевают Все понял Еще есть один вопрос Дим, как ты думаешь Если я на машину поставлю Рамки номера Символик из Спартака Мне фанаты ЦСКА Не расхреначат машину? Я себе поставлю Нет Он себе поставит Слушатель Я думаю да Лучше не ставить Лучше не ставить Почему ЦСКА? Там может и Динамовский зайти мимо Чем так хорош Спартаковский Борщ Из Тарасовки Что даже легионеры Им восхищаются И есть ли у вас рецепт Поделитесь Если есть Нет Этот рецепт ушел Наверное уже Может кто-то конечно бы оставил Что за спартаковский Борщ Ну есть вот такая тема Что вот на базе Спартака в Тарасовке Самый вкусный борщ Я не знаю откуда это пошло Это просто вот Ходит про это легенды Да? Да Что вот надо приехать Попробовать именно там борщ А можно приехать Попробовать? Я думаю Попробовать Да Ну наверное Нормально Из этого слуха Разду Сейчас базу Вроде бы Уже перенесли На базу Никто не ездит Ну да Втушено все А борщ С мясом Влад Конечно Естественно Конечно Дим у нас есть Рубрика Блиц Мы сейчас Значит тебе будем Задавать вопросы Ты можешь быстро И не задумываясь Отвечать на них Готов? Ну да Время Время же нету Да Время нету То есть у нас есть Я тебе тоже прозвище придумал Пожалуйста Тебе понравится Стать Зензеро Зензеро? Зензеро Мне нравится Мне подходит? Это без меня, ребят Я чуть не понимаю Зензеро Это по-русски Дима такой Не, мужики Мы еще только Это слишком Близко сейчас Это длинное Очень короткое Зен Зензен Это уже двойное Зензен Ну ладно Это пряник по идее Давай еще подумай Давай короткое Бара не допускает Это прозвище Итак, Дима готов? Быстрый вопрос Да Какая самая популярная Слово у тренера Сборной В раздевалке После пропущенного гола? Ну, смотри Какой тренер Олег Иванович Молчал Молчал? Он через три дня Говорил Это самое, наверное Худшее Для программы Приходит Смотрит И просто молчит Молчит, да Прикинь Я никогда не слышал Что там пришли Ну ты что Ты пропустил Там за тебя Пропустили Не было такого Это все потом На разборе Самое странное Предложение От футбольного фаната Или фанатки Которого ты слышал А давайте Я очень быстро Уходил со стадиона И до сих пор так Ну не было Там не писали Тебе письма Какие-то фанатки У нас раньше Не было в 90-х СМС Ну, пейджеры были Не было Были Но они Такого не помню Ну, слушай Ну, слушай Мы с того Мы задавали И Алдонину Вот фанатки Как проявляли К тебе Проявляли ли Интерес Дима Я девушек Обходил За стороной Ну, это мы Сейчас вырежем Дима Это мы сейчас Вырежем Так нельзя Отвечать Я обходил Стороной Тут жена Ты человек, Дим Ну, видите Случайно Повезло Случайно Ну, все, да Хормально Хорош Есть ли на футбольных Трусах карманы? Не было Но последний раз Один раз на турнире были Мне понравилось Да? Да Удобно Ну, тогда мне с пейджером Можно было ходить Тогда он хоть написал бы Ну За какой поступок Ты однажды слышал фразу Тебе не стыдно? Не слышал пока Не слышал Не обязательно Не обязательно футбольный Не слышал Ну, может, да Кто-то говорит, конечно Но я не слышал Ну, хорошо И последний вопрос Кто круче Волейболистки Или гимнастки? Гимнастки Гимнастки О, нормально Вот это поддержка А Гарит, обходил стороной Конечно Я по телевизору их видел Сенька, можно последний вопрос? Прямо последний Но очень короткий Если бы ты выиграл На Камеди-радио Путевку на Кубу Какие три вещи Ты точно взял бы с собой? Ну, я очень редко Беру с собой много вещей Майку и шторты Больше ничего Даже тапочки не брал Майки, шорты И гимнастку Правильно? Три Три Все, хорошо договорились Ребята, у нас сегодня В гостях Дима Хлистов Обязательно вернемся И еще будем задавать вопросы Диме Камеди-радио Дима Хлистов Итак, пожалуйста Погнали Дима, первый матч Который будет очень скоро Рубин-ЦСК Да, интересный матч Ну, я думаю, что ЦСК не проиграет А, счет Предположим, счет А, так вы говорите Да, точно, счет Ну, 2-0 2-0 ЦСК Так, Семен ЦСК выиграет 2-0 Я думаю, что Рубин точно забьет Поэтому, я думаю, что 2-1 2-1, хорошо В пользу ЦСК или Рубин? Естественно В ЦСК Следующий матч Локомотив-Динамо Давай, Семен первый Локомотив-Динамо? Ну, давай 0-2 Поставлю на динамиков Ага Можно пропустить Че это? Я так шучу Нет Блин, даже вообще не знаю Локомотив-Динамо, да? Да Ну, давайте я поставлю 2-2 2-2 Хорошо Хорошо Так, третий матч Спартак-Нижний Новгород Парена Угу Угу Спартак-Нижний Новгород Ну, я думаю, что Я думаю, что 1-1 1-1, так Спартак 2-0 выиграет Ага, хорошо И финалочка Балтика-Краснодар Ну, тут за Краснодар я, наверное, буду Я думаю, что это будет 3-0 Краснодар Так Надо знать, кому что надо Ведь на пустую слы так ставить тяжело, конечно Ну, я хочу поставить опять 1-1 Ага 1-1 Балтика-Краснодар 1-1 Прогноз такой Я думаю, Балтика не проиграют О, ну, все Хорошо Интересно, интересно Разошлись мнения, это хорошо Ну, отлично Да, я напоминаю, что будет в случае моего поражения Значит, что будет в случае моего поражения Да мы просто, ну, начинаем тебя уже из троебольного ружья стрелять по пяткам Да, хорош Ну, ладно, мячом по попе Все, мячом по попе А если я выигрываю То, соответственно, твой кусочек стендапа выкладывается в социальную сеть Питима, у тебя социальная сеть есть? Ну, есть там где-то Сколько подписчиков? Ну, не знаю, не считаю Но у меня мало Ну, и тогда Но больше двух? Не, больше У меня где-то, ладно, где-то по стене разносят Пятнадцать или шнадцать Пятнадцать-шнадцать тысяч Нормально Нормально Вообще хорошо Нормально Все, ребятки, у нас сегодня в гостях был Дима Христов Дим, спасибо тебе большое, что пришел к нам Барэзи Бара А то когда еще скажешь-то Да вообще, серьезно, я с кайфом Спасибо большое, приходи к нам обязательно еще Да-да-да, постараюсь Первый час шоу «Счастливые люди» Скоро к вам вернемся О, народ шоу «Счастливые люди» Здравствуйте 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 Я напоминаю, что у нас каждую пятницу с десяти до одиннадцати Стадион «Лифанс» вместе с Владом Кобыдовым и Шамраем Разбираемся, что происходит в мире футбола А конкретно в фонбет Кубок России Как всегда у нас в гостях человек, гость Профессионал Да, мне понравилась очень сильная цитата в Википедии Оценивался Олегом Романцевым как один из лучших российских защитников В плане персональной опеки и тактического плана У нас сегодня в гостях Христов Дмитрий Дим, привет Добрый день Доброе утро Доброе утро Хотел сказать вообще добрый вечер А где-то сейчас вечер, кстати Да, кстати, мы на всю страну вещаем Возможно, уже ночь где-то Дим, спасибо большое, что пришел Обсуждаем новости футбола Обсуждаем Во-первых, хочется спросить, как у тебя дела? Как жизнь? Что ты? Где ты сейчас? Чем занимаешься? Ну, сейчас я здесь Спасибо, Дим Следующий вопрос Еще не ложился Так нормально 20 дней в футболе Сейчас был в турнирах Поэтому Ты сейчас в турнирах Ты что-то Ты там наблюдаешь? Ты там советник? Нет, я там играю, да Ты играешь в футбол? Приходится, да Я напоминаю, что Диме 52 года Нормально Да Ну как Диме? Дмитрию Алексеевичу 52 года А ты за кого играешь сейчас? Ой, ну я говорю У меня много команд Поэтому я не могу Я даже За кого я играю Так вот Не могу перечислить Прямо Ну там Реал Мадрид раз Да, да Барселон Ну да Забивал им Барселон Всем Да Плейстейшн, в общем Приобрел и все Дим, скажи, пожалуйста А вот в 52 года вообще Как Есть ли футбол после 50? Вот такой вопрос Сложный вопрос Вот у меня просто вопрос Ты сейчас Когда выходишь на поле Иногда хотя бы кайфуешь Или это уже Просто работа, рутина И ты такой Ну если есть возможность отдохнуть Я лучше отдохну Мне кажется Я и то, и то сейчас делаю А, отдыхаешь на поле? Вот защитник тактического плана Ну все, нормально Слушай, у нас вот в Тольятти Откуда я Есть двор И есть мужички Которые раньше Давным-давно занимались футболом И когда пацаны какие-то играют в футбол Они всегда Точно не в трезвом состоянии Они такие Дай сюда Технику я пробью Дима, у тебя возникает такое ощущение Когда ты видишь Как пацаны и шпана Играют во дворе в футбол? Ну я да У меня такой момент был В школе Когда я учился Это был там четвертый класс Я играл уже в смене И во дворе сидел В выходной В воскресенье Мужики играли в футбол И я так почитал Они играли там 5 на 5 6 на 6 А я сидел на заборе В ботинках Кроссовок не было Буты там красивые И там Мужик подходит Парить Не хочешь за нас поиграть? Я говорю Конечно Но я помню Что я их там отвалтузил Мы выиграли Первое место Они выиграли И они мне подарили Дарья это Буратино Лимонад? Лимонад, буратино Заботливый Заботливый Сами пошли пиво пить Как же они без запилонов Вот это да И поэтому сейчас не знаю Сейчас мужики тоже играют Очень много в дворах Но сейчас ЛФЛ Везде Сейчас столько много площадок Иногда я вот к метро и дону У меня там 15 минут До площадки Очень много площадок И школ Что-то прям народу не видно Ни детей, никого Слушай, я краем ух Слышал, когда вот Мы с тобой первый раз увидели Сегодня там в редакторской Я слышал фразу Что ты ни за кого не болеешь Да, так оно и есть Нет никакого фаворита у тебя Даже фонбет Кубок России Вообще нет Ну хотя бы чуть-чуть Я прям спрашиваю Я просто как фанат Спартака Я очень ждал, что ты придешь И такой типа Ну сейчас про Спартак поговорим И ответ такой Да я вот Ну что, не смотрю уже Все Слушай, блин А это всегда так было? Или ты после какого-то раза Когда тебя в очередной раз Разочаровал Спартак? Ну потому что да Потому что когда Я не знаю Может меняешь команду Когда сейчас ЛФЛ У меня там Вот ветеранский Везде очень много футбола И как бы Я говорю Я не очень успеваю У меня 52 года Вы сами скажете Тяжело Домой прихожу Как бы Баночку пива беру И все Я про футбол забываю Там включу Там это Про животных Твой получается Знакомый Или друг Даже Панов С кем вы Периодически играете Вместе Возможно В каких-то турнирах Он же всю жизнь Играл за Зенит А болеет за Спартак И сейчас ходит Даже на матчи иногда Хорош И это вызывает Конечно В Питере Ну неоднозначное Вообще Как ты очень мягко Сказал Слово Неоднозначное Сейчас Ну я хочу сказать Он не один такой Так по секрету Так я не знаю Вот у вас был же Женя Алдонин Да Хочу сказать Он тоже всю жизнь Мечтал за Спартак Сыграть Ох Спасибо большое Расскажи нам Вот это инсайдер А может еще Про Мостового Что-то сказать А то я ему Проиграл Недавно Ну Сашка Мостовой Очень хороший парень Ну по крайней мере У него вся школа есть Мне кажется Он тоже Он переживает за Спартак Это я Как бы Он хочет быть тренером Там Хотел Мне нравится Дим Когда он там Хочет тренеров Тренер Отлично У нас сегодня В гостях Христов Дима Пожалуйста Футболисты Фанаты Люди Которым Не безразличен Футбол Вы можете Нам написать На номер Телефона Ватсапа 917 505 1001 Любые вопросы Диме Мы выберем Обязательно Какие-то самые интересные И озвучим их В прямом эфире Обязательно пишите И можно отправлять Голосовые сообщения Будем ждать Скоро вернемся Счастливые люди Похож на футболиста Борези Итальянского Защитника В молодости Кучерявые Кстати Берези Тоже есть Два брата Мы знаем Алексей и Василий За ЦСКА Играют Берези Два Берези Два Берези Клуб Тут точно Динамо Москва Ну ты уж Давай Не придумай Не придумай Субтитры сделал DimaTorzok